Все большие группы населения имеют свои партии. Для чего нужны партии? Для того, чтобы сформулировать, выразить и защитить интересы этих групп. И только у наиболее крупной группы населения, у рабочего класса фактически нет еще своей партии. Правда. И сказать, что ее совсем нет, тоже неправильно. Эта партия находится в становлении. И она в последние годы интенсивно становится. Я думаю, что все сознательные люди, они должны вовлекаться в политическую работу, в жизнь партий, в партийную организацию, с тем, чтобы научиться выражать свои интересы и научиться защищать свои интересы. Такой партией рабочих является Рабочая партия России. Она становится уже несколько лет. Привлекла к своей работе значительные интеллектуальные и политические силы. И поэтому является таким настоящим оплотом рабочего класса. И я думаю, что те люди, которые придут в партию, укрепят партию, будут развивать партию, они создадут такой оплот рабочего класса, который будет способен и выразить, и защитить интересы рабочих. Пока о интересах рабочих и защитить интересы рабочих, выразить, в общем-то, некому. Поэтому идут отдельные выступления, отдельные не то митинги, не то забастовки. Идет такая трусливая просьба к хозяйчикам. Дайте нам зарплату, повысьте нам зарплату. Это несерьезно в нынешних условиях. Для того, чтобы решить серьезную проблему, заработную плату, условия труда, нужна политическая партия. Высшая форма организации класса. И высшей формы организации рабочего класса является рабочая партия России. Продолжение следует...